Всем привет! Сегодня я готовлю хумус в домашних условиях. Для его приготовления потребуется нут, это турецкий горох, лимон, сок лимона, кунжут, чеснок, немного соды, оливковое масло, паприка молотая и перец чёрный молотый. Помимо этого соль по вкусу. Нут заливаем водой и оставляем на 36 часов ориентировочно. Через 36 часов мы сольём воду и хорошо промоем нут. Вы видите, что он увеличился практически в два раза. Помещаю в ёмкость, в которой буду варить, заливаю водой. Когда нут начинает закипать, появляется пена. Её необходимо снять. Горох закипел. Я подсолю воду. Добавлю немного соды, которая поможет быстрее свариться гороху тоже. А кунжут, пока варится нут, я слегка обжарю до лёгкой золотистости на медленном огне. Я беру 1 стакан нута для приготовления хумуса, соответственно, полстакана кунжута. Помещаю его в малый блендер и взбиваю. Вот такая получается однородная масса у нас. И теперь добавляю сюда чеснок, один зубчик, и сок лимона. Это уже по своему вкусу. Когда нет тхины готовой, то такой способ приготовления её очень выручает. Чеснок я продавила предварительно на чесночницу. И просто вручную выдавливаю сок из половины пока лимона. Лимон средних размеров. И опять взбиваю. Можно сразу здесь же разбавить жидкостью, довести до более жидкого состояния. Но я это буду делать уже совместно с нутом. Нут варился 1 час 40 минут. Он уже готов и я буду сливать воду. Если вдруг у вас вода выкипела и нут ещё не сварился, можно в процессе варки добавлять понемногу воду. Я слила воду. Жидкость не выливаю. Она у меня остаётся, потому что буду добавлять, когда буду перетирать на блендере нут. Но я здесь, получается, сварила двойную норму нута. Половину нормы я отделю, сложу в пакет и заморожу. Вы видели, что самое длительное приготовление требует именно нут. Поэтому в следующий раз, в принципе, он у меня будет уже готов. Вот такая верхняя часть в горошинах отделяется. И я её просто подчистила, убрала из нута. И буду измельчать теперь при помощи погружного блендера. В процессе приготовления понемногу добавляю жидкость, в которой варился горох. И продолжаю взбивать. Добиваюсь нужной консистенции. Сюда же я добавляю перемелленный кунжут, подготовленную кахину. Теперь буду дальше взбивать с ним. Выдавлю ещё немного лимонного сока из лимона. Вторая половинка у меня. Добавлю одну столовую ложку оливкового масла. Добавляю немножко на свой вкус перца чёрного молотого. Паприку я потом сверху присыплю. Некоторые добавляют зира или что-то типа тмина, кмин. Но я пока не буду добавлять, потому что будет специфический вкус. Это на любителя. Делаю классический вариант. Продолжаю взбивать. Хумус готов. Я сделала, вы видите, вот такую консистенцию. Добавлю получается мягенький. В то же время хорошо и намазывать, и употреблять как самостоятельное блюдо. Можно выкладывать на тарелку. Вот такое блюдо очень вкусное и оригинальное для нашего региона получилось. Потому что, вообще-то, это блюдо восточной кухни, но сегодня оно прочно уже входит и в нашу жизнь. Я сделала вот такие бутербродики на чёрном хлебе. И сейчас будем завтракать. Это достаточно вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!